МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Арина Тюняева и Кирилла Погорельцева. Здравствуйте, ребята. Рада вас видеть. Вопрос, наверное, сначала к руководителю, хотя по возрасту, мне кажется, вы недалеко ушли от своих воспитанников. Кать, вот два гран-при для коллектива – это вообще редкость? Редкость, но в нашей практике такое уже случалось. Подготовку к фестивалю мы начали задолго, около полугода назад. Мы привезли три новые постановки, которые специально подготовили для этого фестиваля. Отшили костюмы, обращались также за помощью к нашим соседям, к Зелтину Андрею Кутровичу. Это балетмистер губернаторского театра танцев из Кемеровской области, сибирского калейдоскопа. Он нам предложил, поставил сразу две постановки на нашу выпускную группу. И со всем этим новым репертуаром мы отправились покорять Сочи. А вот почему сразу два гран-при? Как так получилось? Мы решили участвовать в фестивале сразу два раза, так как фестиваль проходил в две смены – с 22 по 28 июня и с 28 по 4. То есть возможно было в двух сменах участвовать? Да, возможно. Организаторы пошли немножко нам навстречу. Мы привезли большую делегацию из родителей и детей, более 130 человек. Ну это вообще, конечно, я как узнала, думаю, ничего себе. Весь Сочи заняли собой. И с такой большой делегацией, с такой большой программой мы решили как бы в два захода представить все на суд жюри. Ну вы сказали уже, что готовили целых три премьеры. Сразу часто вы возите вообще на конкурсы премьер? Такое бывает редко. В основном это, как говорится, обкатанные номера, которые мы уже танцевали на своих родных площадках, которые мы готовили и опробовали здесь. Такое было впервые. Некоторые комплекты костюмов мы надели прямо перед выходом на сцену. Это новая наша постановка «Русская пляска с ветерком». Также в исполнении Андрея Петровича. Дети были в восторге от костюмов и от эмоций, которые их захватили в процессе исполнения. То есть, так сказать, порвали зал своими эмоциями. Вот опять же, наверное, к ребятам сразу. Долго готовились? Можно ли сказать, сколько пар туфель стерли в танцполе, в танцклассе? Ну это, конечно, я образно говорю. Давайте. Ну вот готовка была достаточно долгой, такой сильной, ответственной. Занимались мы несколько раз в неделю, по три часа. Подготовили, как уже сказала Екатерина Александровна, несколько новых номеров. А вот что это за номера? Вот пляска какая-то с ветерком, я услышала, и что еще было? Это русская пляска с ветерком, с очень яркими новыми костюмами, тоже про которые уже говорила Екатерина Александровна. И танец «Трава моя трава», стилизованный народный танец, тоже поставленный на нашу старшую группу, тоже яркий, очень эмоциональный. Чтобы победить на конкурсе, на таком конкурсе, на международном, что важнее? Четкость выполнения движений, какой-то синхрон, или может быть музыка, костюмы, общее впечатление? Что? Изначально в классе мы затрагиваем технику исполнения. Начинаем все с этого, так сказать, танцевать от печки. Линии рук, линии ног, композиционные моменты в номере. Сначала это все прям вбивается в ноги, в голову, в классе. Непосредственно перед выходом на сцену уже затрагивается такая активная эмоциональная агитация. Что должны ребята сделать, что должны показать, продемонстрировать, какой посыл эмоциональный в зал они должны передать. То есть это такая подготовка в несколько этапов. Мы так ее обозначили. Эмоциональная агитация на этот раз какая была? Какой посыл несли? Наш педагог Алексей Николаевич Шмыков. Это его, так сказать, заслуга. И его непосредственная обязанность настраивать ребят прямо за кулисами. У них есть свой ритуал секретный, который мало кто знает. Так вот, не знаю, про ритуалы или что, фишка, коллектива вашего какая? Если говорить о каких-то таких, чем вы все-таки отличаетесь от других? Если смотреть на наше непосредственное выступление на сцене, то это однозначно эмоции, очень яркие, разнообразные, будь это танец с военной тематикой, или же очень такой радостный, ну, опять же, пляска, например. Очень яркие эмоции, которые, ну, артисты, они должны пережить их на сцене, чтобы зритель почувствовал их в полной гамме красок. Кирилл, за счет чего побеждаете? Мы всегда давим глазами и зрителя, чтобы он... Давите? Да. Это как? Вот как-то это учат вас давить? Это каким образом происходит? Ну, вот так вот, секретные такие методы, чтобы поразить зрителя взглядом и лицом. Катя сказала про то, что вас настраивает, и у вас есть какой-то ритуал. Что за ритуал это? Поделитесь, если это можно, конечно. Если это можно озвучивать, то вдруг там чего-нибудь не сбудется. Давайте чуть-чуть. Арина? Можно так? Ну, приделых разумно. Самое важное – собрать всех вместе. Мы встаем в круг, кладем руки в центр, произносим секретную фразу мотивационную, и таким образом заряжаемся на победу. Наверняка сильные были конкуренты, да? Как все-таки... Чем вы жюри поразили? Все-таки как это случилось? Я думаю, в комплексе все случилось. И композиции, и задор, и костюмы, и желание победить в первую очередь. Все это сыграло, так сказать, наверное, решающую роль, большое такое значение. Хотели победить все, от мала до велика, нашему самому младшему артисту 4 года. Как он крутил колеса. За счет... Да, за счет него, в том числе, да. Да, и, конечно, наши старшие артисты. Наша гордость коллектива. Ну, вот вообще, кто или что помогает побеждать? Может быть, родители, может быть, педагоги. Что еще, ребят? Что вам помогает? Ну, кроме там, да, психологического настроя, естественно, это важно. Кроме настроя помогают побеждать репетиции. Потому что они у нас постоянные, довольно тяжелые. Но мы вырабатываем выносливость, как эмоциональную, так и физическую. Это очень важно при участии в конкурсах, в фестивалях. Чувство самодовлетворения после победы не всегда мотивирует выходить на сцену и работать, лучше и лучше танцевать. Кто в составе жюри? Вот эти люди, как бы, достаточно часто находятся в жюри. Вы знали уже их или они вас знали? С некоторыми членами жюри мы, так сказать, дружим. Мы пересекаемся на наших местных конкурсах. Это ведущие специалисты в области хореографии, в области народного, в частности, танца, Центральной России, ведущие профессора, руководители государственных коллективов и ансамблей. Некоторые знали нас, как бы, заочно. С некоторыми мы уже были знакомы. Однозначно победа была за вами, либо они все-таки колебались? Честно говоря, гран-при было разделено между нами и таким же сильным, достойным коллективом из Москвы. То есть такое бывает, да, что вот делится гран-при. У вас любимый танец какой, вот когда вы выходите на сцену и испытываете именно вот в этот момент, не знаю, чувство эйфории Кирилла Арина? Есть такое? Либо все нравится? Ну, у меня лично мой любимый номер – это «Путь домой». Он всегда, мне кажется, завораживает зрителя. Он про войну, про то, как девушка потеряла всех своих родных и осталась совсем одна. Мне доставляет огромное удовольствие танцевать его на сцене. Я получаю огромный кайф, когда танцую. Мой любимый танец – это русская пляска с ветерком. Это вот новый, да? Да. Мне он очень понравился, прям запал в сердце. Такие эмоции. Вообще испытываешь яркие эмоции на любом танце из нашего репертуара, но вот этот прям мой самый любимый. А вообще, в свое время, вот я знаю, что Арина сказала, с четырех лет занимается. Кирилл, с скольки? Я тоже с четырех лет. Ты тоже с четырех лет. Это было ваше решение? Ну, хотя, с другой стороны, в четыре года какое свое решение? Не пожалели ни разу, что родители отдали в танцы? Особенно, я не знаю, мальчишки. Хотя сейчас танцы, мне кажется, очень популярная история и среди мальчиков. Нет, я не пожалел. Меня мама спросила в четыре года, тебе нравится? Я сказал, да. И все, с тех пор я занялся. Ну, то есть карате, там футбол, нет? Ну, сначала меня отдали на футбол. Меня там не приняли, я был слишком маленький. Меня мама увидела фишу коллектива, отдала на танцы и все. Нравится? Да. А тебе? Ну, мне сразу, с первой репетиции очень понравилось. Я сказала, да, я буду танцевать, я хочу прожить этот опыт. Ну, в четыре года я, наверное, так не сказала, но точно почувствовала что-то подобное. Сложно ли вообще, Катя, сейчас танцевальным коллективом существовать и вот ездить на конкурсы? Какая главная, может быть, проблема у вас? Как вы ее решаете? Вообще танцевальная, хореографическая, любительская сфера, она активно развивается. Появляется очень много кружков различного уровня даже в самодеятельной среде. Это могут быть любительские студии, могут быть чуть посложнее уровнем коллективы. Можно, наверное, наш коллектив сюда тоже как бы добавить. В целом, я бы не сказала, что есть какие-то глобальные большие проблемы. Все зависит в первую очередь от руководителя, от его желания, от его стремления, от того, как он заряжает и мотивирует своих воспитанников. То есть весь ключ к успеху – это мотивация и заинтересованность руководителя. Я бы так сказала. Ну и, конечно, помощь, наверное, родителей, без которых, собственно, ни один коллектив, наверное, не мог бы сейчас существовать. Как вас руководитель мотивирует? Вот перед тем, как поехали в Сочи, или, может, перед тем, как вышли на сцену, ну, вы сказали, да, там как-то вы складываете руки. Ну, а что вам ваш руководитель, самый главный, говорит обычно? Ну, как говорит наш художественный руководитель Лермолина Любовь Владимировна, у нас нет слова «я», есть слово «мы». Мы должны все делать вместе, слаженно, четко и ясно. То есть залог победы именно в этом, в том, что все – это слово «мы», а не слово «я». Да, один из всех, все из одного. Как у мушкетёров. И, наверное, такой заключительный вопрос. Благодаря чему вы уже долгие годы награды завоёвываете? Ну, вы уже сказали, наверное, благодаря вот этой сплочённости, и, собственно, являетесь одним из лучших коллективов. Что ещё, кроме того, что мотивация от вашего руководителя идёт такая большая? Желание творить, желание дарить своё творчество, этот посыл зрителю – это самое главное. Это мотивирует детей с самого младшего возраста до таких представителей нашего коллектива. Желание творить, желание танцевать – это самое главное. А вы как думаете? Я согласна полностью с Екатериной Александровной. А вы вообще в перспективе планируете заниматься танцами, допустим, после окончания школы? Нет? Нет? Нет. Ну, тогда для вас что танцы? Ну, танцы – это вот место, где можно свои эмоции раскрыть максимально сильно. То есть в жизни не всегда предоставляется такой опыт, а на сцене ты можешь играть совершенно разные роли, совершенно разных людей, с различными судьбами. И когда ты доставляешь удовольствие зрителю, ты получаешь самоудовольствие. Ну, танцы – это получение удовольствия на сцене, в классе, выплеск своих эмоций. Например, когда, ну, устаёшь чисто морально, просто хочется танцевать, творить, завоёвывать новые награды. Ну, я желаю вам и победы во всех предстоящих конкурсах, чтобы вы вот так вот всегда ходили с медалями. Сколько у вас, кстати? Не считал. Много. Тоже, Арина, не считаешь, довольно много. Довольно много. Кать, ну и вам тоже желаю удачи, побед, чтобы у вас всегда был такой дружный, сплочённый коллектив. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что вы к нам пришли. А я напомню, что сегодня мы говорили с представителями театра танца Иван Дамари, которые недавно завоевали два гран-при на фестиваль в Сочи.